Расцветали яблони и груши, поплыли туман горькой. Колонну парадного расчёта возглавляет командир взвода Владимир Лепешкин. Сейчас он ученик 11 класса Самарской школы кадет, а в юнармию вступил в год создания организации. Среди его достижений награды за участие в парадах. Участие в парадах принимал 7 раз. 4 раза в параде победы и 3 раза в параде памяти. Это чувство, возникающее во время прохождения по площади, непередаваемое. Это чувство патриотизма и очень боевое настроение. Юнармейское движение было создано в России в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. С тех пор школьники принимают участие во всех масштабных мероприятиях. В этом году парад памяти для юнармейцев переведен в режим онлайн из-за противоэпидемических мер. Зато участников станет больше. В Самаре 5000 юнармейцев. Каждое учебное заведение, где есть свой отряд, может прислать видео на смотр конкурс парадных колонн. Много желающих. То есть с большим ревением, желанием. Даже сегодня видели на смотре. То есть все стремятся, все стараются. Популярность юношеского военно-патриотического движения в России растет. В ряды юнармии вступили уже более 700 тысяч российских школьников. Для них это возможность проявить себя. Научиться тем навыкам, которые пригодятся в жизни. А награда за сверхурочный труд, участие в масштабных торжествах. Пусть даже и в таком формате, как сегодня. Хотя со временем, уверены ребята, все будет как прежде. И они еще не раз пройдут в парадном строю вместе с военнослужащими. Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин. События.